Потому что мы нуждаемся в каждом благословении каждого нашего шага. Потому что мы знаем, что каждый наш шаг, он посвящен нашему Господу. Мы, кстати, очень много говорим об этом. И, может быть, я говорю, не зная, что мы посвящаем не только себя, не только свою семью. Мы посвящаем всех наших близких и родных, нам, людей. Если мы больше и чаще будем это делать, вы увидите продвижение своей жизни и в жизни многих людей на этой земле. Поэтому пренебрегать никогда нельзя. И что самое важное, это мы не должны никогда уставать молиться, потому что молитва – это есть сила. Это есть разговор с Господом. Мы тянемся к Господу. Поэтому пусть Бог поможет нам в нашей жизни и благословит нас сегодня, в этот вечер. И бывает, что в жизни людей всякие разные ситуации. Вы знаете, что порой человек не знает, как себя вести. Но Писание нам говорит, что если даже вы поссорились друг с другом или с кем-то поссорились, вы имеете тяжбу такую, проблему. Особенно родные люди, особенно, бывает, что ссорятся, и всегда какая-то проблема, натяга какая-то. И это, знаете, переходит не только в часы, в дни, в недели. Это в года переходит. Это самое страшное. Это неприятное. Вы знаете, когда человек непослушный, у него постоянно какая-то проблема. Всегда. Вы вот заметите, если человек непослушный, у него всегда будут проблемы. Мы учимся у израильского народа. Если мы вспоминаем, как израильский народ шел по пустыне, мы все помним. И когда они были ропотниками, недовольными, непослушными, а когда вообще испугались, побоялись даже перейти, куда Бог ведет. Все. Вот знаете, вот я иногда не представляю. Знаете, вот идет-идет человек, и вдруг предел какой-то, и уже не может идти дальше. Остановился человек. Вот иногда бывают странности какие-то, особенно у верующих людей. Это странности у верующих людей, я честно скажу. Вы знаете, вот и Бог даже сам сказал, говорит, вот то, что вы непослушны, то, что вы не покоряетесь, из-за вашего ропота, из-за вашего недовольства, вы сами сделали выбор и сами на года это все перекинули. 40 дней ваших переведутся на... Куда? Часы увеличились. Они вчера должны были, через несколько дней должны были войти в Ханаан, там, да, или вот в обетованную землю, но это все перешло куда? 40 лет. 40 дней перешло в 40 лет. Каждый день 40 лет перешел. Человек сам делает выбор. Что все самое страшное, вы не войдете. Дети ваши войдут, а вы нет. Печально, печально. Печальная история, печальная история. Мы учимся или не учимся? Учимся. Но многие люди уже не учатся, уже устали учиться. Надоело учиться. Я вчера с Вероникой вспоминали, что такое есть свобода. Кто смотрел это приключение электроника? Мне как-то вспомнилось вчера. Помните приключение электроника? Кто смотрел? Кто смотрел? Не помните. Там такой Сыроежкин был. И вот электроника сделали по образу Сыроежкина. И электроник этот пришел и заменил его. Он его заменил. Электроник заменил человека. Но что самое-то интересное? Он сам этого хотел. Он сам сделал выбор. И потом, что он это? Сел на мопед, когда электроник за него стал учиться. И что он закричал? Вот у нас свобода! Освободился от уроков, освободился от учений, освободился от друзей. Вообще от всего освободился. И поэтому электронику этот полностью заменил. Вот знаете, вот в жизни нашей не должно быть так. Чтобы кто-то заменил твое место. Не делайте глупостей. И разочарований вообще. Знаете, Господь тоже ревнитель написано. Он нас учит этому всегда. Чтобы мы с вами не делали глупости в своей жизни. И он действительно направляет нас, Слово Божие, чтобы мы заглядывали. Особенно Веский Завет. Почему? Потому что там история израильского народа. Как он падал. Как он подымался. Как он роптал. Как он был недовольным. Что он терял. Что он находил. И как Господь его все равно любил, богословлял и вел его. Так или нет? Вот 40 лет, 40 лет, да. Но что Господь остановил? Что обувь не снашивается. Обувь не снашивается. 40 лет. В одной и той же обуви ходят и не снашиваются. Одежда не ветшает, не портится. Представьте, Господь охраняет. Но 40 лет ты будешь ходить по этой пустыне. Все остальное Господь благословит. Кушать? Я тебе дам покушать. Нет проблем. И он и кормил. Практически одевал. И то, что не снашивался ничего. Попробуйте не зароптать. Особенно женщины. Ну и они, вот вы встречали там, вот манна опротивила. Вот одежды нет. Одежда не опротивила. Одежда одна и та же, но не опротивила одежда. В одно и то же ходим одежде. А вот манна опротивила. Почему? Потому что это входит во внутрь человека. На вкус уже не то. Уже не то. Что-то не то уже. На вкус не то. И поэтому ропот, вот этот вот, недовольство, оно перешло в 40 лет. Поэтому давайте мы не будем делать вот этих вот поспешных выводов, как я уже говорил, да, может быть какие-то неправильные решения, глупости. Потому что они действительно нас останавливают и 40 лет, можем где-то болтаться. 40 лет. Поэтому пусть Господь нам поможет и благословит. Это не сказано только о себе, мы говорим. Нет. Это о наших детях, о наших близких, наших родных людей. Будь верен в малом, написано. Это не только на собрание ходить и быть верным в чем-то, насидеть на своем стуле любимом. Вот это моя верность моему стулу. И стул мой тоже этот верный мне. Нет, не только в этом. Или там что-то еще сделать. Нет. Верный во всем. Верный в молитве, верный в поведении, верный в решении. Верный в то, что ты можешь даже поговорить со своими близкими, родными тебе, людьми тебе. Это тоже верность. Верность своему близкому человеку. Просто раз я говорил, что такое прелюбодеяние. Прелюбодеяние, когда ты отворачиваешься от человека, любимого твоего человека. Отвернулся, ушел, бросил, все. Это прелюбодевательство. Потому что ты используешь других друзей, используешь других людей. а близкого своего человека ты забыл, он просто лежит, умирает, погибает, на тебе дела нет на него. Ну, в общем, вот так вот, друзья. Поэтому мир, он должен нам показывать не то, что, например, руководить нами, нет, мы должны помочь этому миру. Вот, и поэтому вот о чем я хотел сказать в самом начале, да, почему же мне пришло вот это вот на память история одна, что вот это вот недовольство с близкими людьми, да, приводит к катастрофе, потому что вы знаете, когда человек, он, ну, ропчет, например, гнев у него недовольный, он топает, бросает, что-то делает все такие движения, такие резкие движения, все, нужно сделать показуху, обязательно показуху надо сделать, что я недоволен. Не просто сказать, а ты должен показать, человек показывает это, вот, если он не говорит, значит, он показывает своими делами, своими поступками, своим движением, своим решением, и ты делаешь выводы, но это переходит в катастрофу, потому что ты уже теряешь мир, ну, реально потерял мир. Ладно, если до заката солнца, окей, там, да не зайдет солнце в огне вашем, да? А если оно переходит на годы, вы представьте, на годы, и потом человек умирает, и что тогда делать будем? А что мы будем делать-то? А кто в этом виноват? А мы все равно осудим того человека, который мне видеть не угодил. Нет, мы иногда бываем поступаем неправильно. Я помню один случай такой, что у нас были друзья, а у друзей это были знакомые, которые погибли в автокатастрофе. Погибла мама и, не помню, двое или трое детей, маленькие, малыши. А вот произошел такой случай, вот, мама, которую хранили, да, похороны были, она пришла к своей маме, у своей мамы она была, и со своей матерью они там что-то разговаривали, разговаривали и поссорились. Это мама потом рассказывала, потому что мама жива, вот, и они поссорились с ней, это происходило в Америке, и очень сильно поссорились. И вот она, верующие люди, кстати, верующие люди, вот они разошлись там друг на друга. Ну, дочка не выдержала, ну, как обычно, родители не понимают нас. Дочка не выдержала, хлопнула дверью, официально так вот, хлопнула и ушла. И что-то сказал в этот момент, что «умру, но не прощу». Ну, типа такого что-то. В общем, страшные слова. Это слова… Я, кстати, вот как-то говорил вам, что это слова проклятия вообще. Знаете, мы тоже должны обдумывать то, что мы говорим вообще. Даже во гневе, даже во гневе, когда ты… вот написано, не согрешайте. За словом реально надо следить. Поэтому бесы и демоны они тоже слушают, смотрят, наблюдают за каждым шагом. Поэтому она ушла, вот так вот села в машину, вот таким вот с гневом, с таким вот, села в машину, завела ее, на газ нажала, погнала, летит, значит. И вот произошло столкновение с большой машиной. В лоб, в лоб как бы. И вот разбивается вся семья, все погибли в общем. Ну, что самое-то интересное. Они уехали, через некоторое время она звонит обратно, заходит в дом, мама ее встречает и говорит, что случилось? Она говорит, мамочка, прости меня. Я вот так, так, так все сделал и говорит, прости меня, пожалуйста, я вот так поступил и так далее. Ну, она простила в слезах, в общем, все, и вышла из дома и ушла. То есть она только ушла, мама ее проводила, получается, попросили прощения друг у друга. А потом через минуты две или через несколько минут, буквально через несколько минут звонит полицейский и говорит, что вот за 8 километров там или 60 километров там от дома вашего, да, они разбились. В общем, они погибли все, в общем-то, ребенок, ну, в общем, это дочка ваша и дети, в общем-то, внуки, получается. А она говорит, как это так? Не может быть, она же только что ушла от меня. Она не поверила. Она говорит, вот, только что она ушла. Минуту назад или две минуты назад, она ушла. А может, вы ошиблись? Говорит, нет, ну какая фамилия такая, имя, фамилия, дети, ну да. Минуту назад ушла только, или там две минуты назад. Говорит, и как это? Говорит, ну, она не поверила. Пока полицейские сами не приехали туда и начали рассказывать, начали объяснять все, в общем-то. Таких случаев очень много, в принципе, да. Разбиваются автокатастрофы. В общем-то, их много. Каждый день по несколько раз, в общем-то, как бы неудивительно, да. Но почему они происходят, это тоже вопрос. И вот, знаете, вот настолько великая милость Божья, что Бог, не знаю, вот он являет чудом, наверное, в каждой семье, но мы иногда их не замечаем. Но вот здесь вот реально такой случай был, почему я его запомнил, он такой, знаете, неординарный какой-то, вообще непонятный, и нет объяснения на это. Но такая вот история произошла, и мама рассказывает, вот как это вот происходит, непонятно. Но я знаю одно, друзья мои, что по ту сторону, по ту сторону, нет времени. Сколько времени нам проходит, сколько там, что там происходит, мы не знаем на самом деле. Даже люди встречаются с ангелами, того не понимая, что это человек, но был ангел, пока ему Бог, пока человеку сам Бог не откроет. И Господь, если хочет что-то явить свою милость, Он действительно являет настолько милость свою, что у людей нету даже на это объяснений, вообще нет объяснений. Но люди всегда хотели познать, что за чертой нашей жизни, как это все. Вот Иисус, когда приходил, Он говорил, рассказывал о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Вот Он объясняет, Царство Божие внутри вас, но есть Царство Небесное, которое за чертой этой жизни. Царство Божие, оно внутри нас. Оно берет с усилием, мы работаем над Ним. Поэтому это внутри нас. А вот есть Царство Небесное, в которое мы стремимся, в которое мы хотим перейти, в которое мы хотим достичь. И об этом Иисус говорил всегда притчами и объяснял притчами. Каково Царство Небесное? С чем его можно сравнить? Кто может попасть туда, а кто не может попасть туда? Поэтому пока человек живет на этой земле, он должен себя что? Приготовлять. Поэтому что значит приготовлять? Приготовлять это значит, вот как Писание говорит нам, чтобы солнце, чтобы оно не зашло во гневе вашем, понимаете? Вот пока вы солнце видите, пока оно не зашло, примиритесь обязательно. Вы не знаете, что вас ждет за пределами, когда солнце уходит. Закат. Приходит закат, но ты не знаешь, что происходит. И вот здесь, понимаете, всегда происходит, когда приходит темнота, почему-то происходят всякие странные вещи в людях. И вообще, вообще на этой земле странные вещи происходят. Грехи возрастают, смерти возрастают, и то же самое демоны и бесовские власти, которые нам неприятность приносят, короче говоря. Поэтому я знаю, что каждый человек хочет узнать. Я сейчас не буду говорить, потому что никто не знает. Кто был за той чертой, он может рассказать что-то, объяснить. И то, порой, он хочет объяснить, но не может. Настолько, насколько он видит. И говорит, это человеческим языком даже не объяснить. Даже запах, который там чувствуешь, это тоже просто невозможно передать. Поэтому Иисус тоже кратким был всегда, и он не старался там объяснить. А вы знаете, какое-то царство небесное, вот такое-то там. Он притчами просто объяснял, притчами. Просто доступно притчами человеку объяснял. Вот человек, когда попал, например, на брачный пир туда, да? А почему ты не в брачной одежде? Не приготовлен, не захотел приготовить. Значит, ты куда пойдешь? Во внешнюю тьму. А там тьма скрежет зубов. Это внешняя территория, не внутренняя, а внешняя. В прошлый раз мы говорили о детях. Дети какие бывают? Дети Божьи и дети дьявола. Как ни крути. Иисус также об этом говорил фарисеям и книжникам. Он говорит, вы принадлежите отцу своему. Да, у нас классный отец. Говорит, не-не-не-не-не. Ваш отец дьявол. Кто-то хочет услышать. Никто не хочет такого услышать. Поэтому, когда прямолинейно к человеку говоришь, он убегает, он не хочет слушать. Он не слышит. Не хочет. Поэтому человек выбор сегодня делает сам. Так вот, я просто хотел бы напомнить. На одно место это написано. Матфея. Матфея. 18 глава. С первого стиха. Что еще они хотели узнать? В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Вот, кто хочет быть большим в Царстве Небесном? Знаете, мне хотя бы вообще туда попасть. Хочу туда попасть. А тут принцип такой, что еще, знаете, вот хотят узнать, а кто там больше, кто будет меньшим и так далее. Ну, мы помним эту историю, да? Как они там спорили всегда, да? И так спорили, что, как говорится, ой-ой-ой. Поэтому Иисус даже молчал, ничего не мог сделать, даже не вступился там, а просто взял, влил воды в умывальницу, просто подошел к Петру и омыл ему ноги. Он говорит, нет-нет-нет, не умоешь моих ног побег. А если не умой, значит, не имеешь счастья со мной. И все. Вот этот принцип, он должен срабатывать. Это мир, шалом, который внутри тебя. И ропот всякий уходит, недовольство всякий уходит. Что еще хочу вам сказать? Если кто-то кричит, знаете, вот я даже видел эти ролики, такие были интересные. Вот жена ропчет, 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 недовольная. Там что-то неустройство, там бросали, там разбросано, там кто-то, и такая, знаете, расстроенная. Ну, реально расстроена. Ну, жена есть жена, да? То есть, это женщина, которая смотрит за порядком, она помощница, естественно. И поэтому она на всех сторонах устает уже говорить и объяснять. Но приходит момент, когда уже все. Ну, терпение лопнуло, как говорится, да? Начиная так. Вот настоящий мужчина что сделает? Есть тут настоящий мужчина? Что сделает настоящий мужчина? Ну, кого спросите? Так, что сделает? Так, одна из версий пойдет и берет еще что? Прости, прости, что еще? Так, еще версия, что еще? Успокоит жену, а она не успокаивается. Вот не успокаивается жена, например, бывает что-то такое, не успокаивается жена. А? Ну, не надо, да, но уже все, уже пошел процесс, прошел, процесс пошел. Как остановить-то процесс? Да, ну, иногда, знаете, это тяжело так, знаете, все равно этот. И бывает так, знаете, никто не сказал из вас, да, что подойдет и поцелует. Знаете, вот этот принцип, вот это мужской принцип. Как успокоить? Это то же самое, что Иисус сделал с умывальницей. Он влил воды в умывальницу, омыл ноги. Вот подойди, поцелуй свою жену. Бывает, и все, она замолчала, и все. Держи в объятиях, целуй. Это прощение твое. Потом прости, скажи. Почему ты так делаешь? Потому что у тебя нет зла. Ты должен это остановить. Реально тебе надо что-то сделать, чтобы тебе остановить. И все. И жена успокаивается. Не знаю, как у всех, конечно, но это в основном оно так срабатывает, работает. Ну и когда, например, человек недовольный, например, жена недовольна, и ты стал недовольным, потому что она недовольна. Все. Вот здесь катастрофа. Ребята, это катастрофа. Поэтому нужен один хотя бы кто-то остался, чтобы предотвратить эту катастрофу. Потому что дьявол придет, смотрите. Дьявол придет, и он желает, чтобы в Царство Небесное вообще не попали. Он не хочет этого, чтобы попали в Царство Небесное. Но он хочет, чтобы попали туда, куда он попадет потом. В огненное озеро. Он туда тащит всех. Поэтому сделайте по принципу, как Иисус Христос. Он взял воды в умывальницу, налил, потому что они не умывали. Уже ноги по культуре своей, они уже этого не делали. Поэтому не умоешь моих ног? Нет. Если я не умою, не будешь со мной часть иметь. Разъединение. Это катастрофа, ребята. Это катастрофа. Я не хочу говорить, чтобы это было… Знаете, как многие из себя делают, принцип такой, что омывают ноги, не омывают, когда день в причастии. В особенности, когда причастие происходит. И там омывают ноги. Ну, вы знаете, внутри ты остаешься таким же, какой и был. Ну, ты можешь омыть ноги. Но, знаете, это принцип религиозного человека. Ты просто делаешь, потому что все делают. Потому что надо сделать, и ты делаешь. Сделай тогда, когда действительно вот эта вот проблема пошла. Попробуй, сделай вот так вот. Не… А вот именно по-другому. Именно так, как любовь должна действовать. Как остановить, как приостановить. И поэтому… И он молчал. Вы посмотрите, посмотрите. Он молчал. Он молча взял, снял себе рубашку там или что, одежду, чтобы не замочить. Взял, налил воды в умывальницу, налил воды. Молча. Подошел к Петру. Видимо, он Петр самый такой главный там был, который хотел быть там самым таким. Больше. И всем причем. Говорит, и вы тоже самое делаете друг другу. Не по обрядности, не по обыкновению, а по любви. Потому что он сказал, что я вам даю новую заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Это принцип семейной жизни, принцип церковной. Это везде так. Это принцип общества. Это принцип даже на рабочем месте. А что на рабочем месте, если гнев? Преодошел такой, знаете, разгневались. Вы же знаете, сколько катастроф происходит на рабочем месте, особенно где опасность. Я слышу, когда строят эти небоскребы особенно. Там человек настолько привыкает, что он даже уже не цепляется. Ну, как сказать? Да, да, да. То есть он уже не охраняя себя. Он не думает об этом даже, что нужно оберегать себя. На что ты надеешься? На Бога? Нет. Вы не правы, ребята. Вы поймите, что то же самое и дьявол говорит. Давай, скинься. Понесу тебе ангелы. Меня Бог сохранит, я не буду говорить. Нет. Он говорит, не искушайте Господа Бога твоего. Не искушай. На что ты надеешься? На тело надеешься? То же самое обрезание, не обрезание. В то время было, да, у иудеев тоже. Обрезание, обрезание. Филиппийцам там, я не помню, третьей главой вроде написано. Он объясняет, что я, если по плоти, я, ну, если по плоти гордиться, по плоти, то, наверное, больше всех я буду гордиться. Павел говорит. Я еврей из евреев, фарисей из фарисеев, я обрезанный и так далее и тому подобное. Это я могу гордиться по своей плоти, я могу оправдаться. Он говорит, поймите, а вот что значит для нас обрезание? Это жить по духу. Это быть в духе. Обрежь свое плотское состояние. Вот именно в тот момент, когда происходит гнев или какой-то вулкан в твоей жизни, то прояви свою любовь и отношение к ближнему своему человеку. Возлюби его. Это ближний твой человек. Поэтому на работе, вот сколько вот таких случаев было, да, не поделили даже друг с другом. Пока там что-то воевали, один отцепился и упал с большой высоты. И таких случаев очень масса, которые происходят на рабочем месте только потому, что кто-то кому-то не угодил. То же самое и в церкви может происходить. Кто-то кому-то чем-то не угодил, пошел, плюнул и ушел, понимаете? Это катастрофа. Это неправильное решение этого человека. Если ты хочешь даже уйти, уйди с миром. Нет. Надо показать, надо плюнуть, надо закрыть, надо хлопнуть. Но надо доказать, что вы все неправы. Я прав. Так не работает. Это неправильное мышление. Это ваш отец дьявол в Писании говорит, и сам Иисус об этом говорит. Не забывайте. А солнце-то заходит. Вот так же жизнь. Жизнь. Он объясняет, что солнце – это жизнь. Жизнь заходит. Проходит жизнь. И все. Говорит, приготовьте себя. Такой принцип. Ну, вот дальше. Давайте почитаем дальше. Иисус, он позвал ребенка. Простой обычный пример. Взял ребенка, поставил его посреди них, посреди взрослых людей. И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Еще раз прочитаем. Еще раз хочу сказать вам. Это слова не мои. Это слова Иисуса Христа, в Которому мы верим все. Которому мы доверяем. Каждому Его Слову. Так или нет? Мы соглашаемся, да. Так вот, и сказал, истинно говорю вам, это правда. Это есть правда. Говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Это значит приготовить себя, это значит обратиться всю свою жизнь, перевернуть на все 180 градусов и повернуться полностью к Царству Небесному. И вы знаете, когда мы говорим о Царстве Небесном, да, Царство Небесное, Царство Небесное, Царство Ему Небесное. Уже человек умер, но мы говорим, Царство Ему Небесное. Мы хотим, это наше желание, чтобы Царство Небесное было у этого человека. Но человек приготовил ли себя к этому Царству Небесному? Знаем ли мы об этом или нет? Не знаем. Но вы знаете, когда мы говорим, когда простой человек говорит о Царстве Небесном, значит он правильно имеет в виду. Значит он не против Царства Небесного. Значит он желает ему Царство Небесное. Так если ты желаешь ему Царство Небесное, значит, давай ты тоже обратись к Царству Небесному, пожалуйста, пока ты живешь. Ведь принцип весь тот, что ты смотришь на мертвого человека, который жил с тобой рядом, которого ты знал абсолютно всю его жизнь. И потом, когда он умирает, ты ему говоришь, Царство Ему Небесное. Значит ты задумайся, чтобы приготовить себя к Царству Небесному. Насколько ты уверен, что этот человек попал в Царство Небесное? Нет уверенности. Поэтому есть молитва. Поэтому есть еще вот те люди, которые могут предотвратить эту катастрофу. Это желание нашего сердца. Ну, дальше давайте. Итак, кто умолится, вот обратится, да, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Тот и больше в Царстве Небесном. Короче говоря, друзья мои, Иисус очень-то, ну, просто простым языком и непонятным, с одной стороны, нет, ты расскажи нам о Царстве Небесном. Как, да что там и как там. Нет. Просто Иисус говорит, что Царство Небесное, вот, для таких, как этот ребенок. Царство Небесное. Вот, если ты обратишься, как ребенок, вот, а вы знаете, как ребенок ведет себя? А? Да он доверяет. Вот он, что он сделал? Он позвал его. Он подошел. Он позвал. Доверяет. Даже вот ребенок с ребенком, например, там играют, что-то не поделили. Они могут и подраться. Но в любом случае, они через несколько времени уже опять играют вместе. Вы замечали это или нет? Они опять вместе играют. Все, прошло уже, вся обида прошла. А кто помог им? Вот он объясняет. Взрослые люди, вы должны быть тоже в этом же состоянии. Когда был в одном из госпиталей, там увидел картинку. Я смеялся, конечно. Но это правда. Картинка, значит, мама с папой встречают своего сына. Домой он позвонил, они им открывают двери, и он заходит. Сигареты в зубах. Карты вываливаются. Шприц упал. Пьяный. И вот он еле-еле заползает туда. Весь грязный, оборванный, лезет домой. Отец, конечно же, спрашивает у матери. Вот смотри. Ты виновата. Это ты такого вот родила. Она говорит, как это я родила? Я-то родила, а ты воспитывал? Это ты воспитание занял? И вот друг на друга. Пока он там хочет домой зайти, они там спорят. Но вывод какой в конце? В общем, каждый ищет виновного. В кого он родился? В кого он? А потом вывод такой, знаете, несколько картинок. Папа пошел гулять с ребенком. С этим же ребенком. Он был маленьким. Пока он маленький. Он не говорил о Царстве Божьем. Он не говорил о Царстве Небесном. Он не говорил, что кто такой Иисус Христос. Он не говорил. Он даже и не думал об этом. Он только тащил его с собой погулять. Зайти в какой-нибудь с друзьями там выпить. Пивка посидеть. А пока мы пивко пьем, ты посиди вот мороженое пожуй. Но маме ничего не говори. Понял? Конечно, понял. Все. Купишь еще мороженое? Еще куплю мороженое. Главное, маме не говори. Понял? Тогда все. Ребенок молчит. Ничего не говорит. Это семена, которые сеются от папы. Пошел погулять с ребенком. У ребенка складывается впечатление. Оказывается, маме-то ничего не надо говорить. Оказывается, вон оно что. Оказывается, еще есть другой принцип. Что можно еще и заработать. Можно мороженое заработать. Можно конфеты заработать. Папа, дай мне. А что тебе дать? А то смотри, скажу маме. Что скажу? Ладно, ладно, все. Успокойся. Мороженое, конфеты, а потом деньги. И вот потом деньги, они портят человека. А потом они обвиняют друг друга. Мама уходит с ребенком гулять. Пошла погулять. Зашли за угол. Курит. Папа не знает. Он уже не знает, что она курит. И она курит стоит. Она ему мороженое сует. Вот. А что? Папе только не говори ничего. Что я курю. А что он против? Конечно, он против. Он не хочет, чтобы я курила. Он же не курит. Ну и... А, ну ясно. Все, не скажу. Только мороженое дай мне. Конфеты дай мне. А потом. А дай мне денег еще. Потом еще кто-то кого-то заловил там. Кто-то кого-то привел. Или где-то там встретился с какой-то женщиной. Или у нас мужчина встретил. И ребенка увидел уже. И потом опять манипуляция пошла. Скажу. Смотрите, скажу. Ладно, ладно. Так кто же испортил-то? Смотрите. Муж с женой ничего не знают об этом. Но они же сами скрывали. Они сами посеяли семена в своего ребенка. Поэтому он такой вырос. Кого винить? Кто в этом виноват? У меня есть песня одна такая хорошая очень. Там один певец христианский поет, что «Будь героем для своей жены. Будь героем для своего сына. Покажи своему сыну, как ты любишь маму. Покажи ему, как ты свободен в Иисусе Христе. Покажи, расскажи ему. Не просто рассказать, а покажи даже. Как эту жизнь. Чтобы он, когда вырастет, был бы таким бы героем, как твой папа. И как он любит твою маму. Как он уважает твою маму. Как он прощает. Как он любит. Когда она что-то не устраивает ее. Как он подходит и целует ее. И она успокаивается. Мы готовим себя к Царству Небесному. Но сначала нужно Царство Божие у себя устроить. Царство Божие в тебе. Царство Божие внутри семьи. Царство Божие здесь. В христианстве. Среди ближних моих людей. Братьев и сестер. Если я буду не прав, подойдете ко мне и скажете. Ты не прав, пастор. А я делаю по-другому. Я бью свою жену. Тогда она нормально успокаивается. О-о-о. Что-то знакомая история. И есть такие люди, которые бьют своих жен. И жены боятся. Насилия в доме. И боятся. Почему? А потому что, опять же, папа с мамой. Или папа говорит своему ребенку. Смотри, если ты скажешь, я убью твою маму. И ребенок всю жизнь боится. Не знает, что и как сделать. Пойдешь в полицию, я накажу. Как накажу? Не в угол поставлю. И уже это не сработает. Или наказать ремнем. Нет, это не работает. Я накажу по-другому. Я изобью твою маму. Я убью твою маму. И как только это он слышит, у него сразу же здесь психологическое нарушение происходит в человеке. В детях. Они закрыты в основном. И с такими детьми очень часто работают психологи, которым они молчат, ничего не говорят. Потому что боятся. Реально. И вся жизнь, она так может складываться. Поэтому я не только говорю, это мир такой. Я даже удивляюсь, что это в христианстве есть. И такое есть. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Вообще, знаете, друзья мои, все, что мы не делаем, мы делаем во имя Иисуса Христа. Если ты делаешь что-то не во имя Иисуса Христа, значит, ты делаешь подлость. Вот две категории. Если ты это делаешь не во имя Иисуса Христа, то есть, ты не можешь до Иисуса Христа, но никак он туда не входит. Ну никак. Значит, ты делаешь подлость. Значит, ты делаешь зло. Значит, из-за твоей подлости может произойти катастрофа в жизни или в твоей, или ближнем твоего человека. Ты реально делаешь подлость. И ты не можешь успокоиться, но никак Но когда ты делаешь во имя Иисуса Христа Принимаешь дитя во имя Иисуса Христа Значит, ты что делаешь? Кого принимаешь? Меня принимаешь Это не только к детям Вы знаете, мне кажется, что вот это только к детям Но нет же, ближний мой человек Если ты принимаешь его Со всеми его болячками, с болями Даже с его характером Принимаешь и меня Поэтому Писание говорит, что Кто хочет быть Кто хочет иметь друзей То что нужно быть? Каким нужно быть? Каким, Скайдера? Дружелюбным Правильно или нет? А что такое дружелюбный? Дружелюбный значит любить дружить Надо, опять же, любить Дружелюбный, это не просто слово дружелюбный Любить дружить Любить общаться Любить, взаимодействовать друг с другом Это наше общение Нельзя оставлять друг друга Даже написано Признавайтесь друг перед другом В проступках ваших Исповедуйтесь друг перед другом Если ты это будешь делать, то принимаешь Иисуса Христа в свою жизнь Это Царство Божие Оно с усилием берется Конечно же тяжело Возьми умывальник Возьми вот Возьми, приобрети человека Умой ему ноги Сделай что-то для этого человека Когда ты просто говоришь Послушайте Когда ты иногда просто говоришь Скажешь Давай я тебе что-нибудь сделаю Не надо мне что делать Иди ты отсюда Так, не работает Молча иди сделай Если бы Иисус сказал бы Петру Петр, давай я тебе умою ноги Не, не, не буду А, ну нет Что еще придумать-то И сидел бы Иисус Чем-то думал бы там Нет Он взял да и сделал Пока ты там что-то кричал Что-то там говорил А он пошел и сделал Почему? Когда мы начинаем Что-то доказывать Обычно Когда разговорная речь идет Когда мы начинаем Говорить друг с другом Мы хотим Обязательно Что-то доказать Ну зачем? Во-первых Когда ты хочешь доказать что-то Значит И он хочет Или она хочет доказать Это к миру не приведет Подойди лучше Сделай приятное Если один Не хочет И другой не хочет Все Это разрыв Это сорокалетний разрыв Сорок лет Нет Уходят Не сошлись характерами Почему? Это самые легкие Освобождения И говорит Я Мы не сошлись характерами Все Проигрыш Ты проиграл Она проиграла Все Разбежались Все Поэтому Проблема одна Друзья мои Мы не имеем Иисуса Христа В своем сердце А если нету Иисуса Христа В нашем сердце Значит Нету Мира А если нету Мира Значит Без чистоты и святости Ты не увидишь Никогда Господа Значит Значит Где тут Третий стих Еще разок И сказал Истинно говорю вам Если не обратитесь И не будете Как дети Не войдете В царство Небесное Вот именно Что в этот момент Мы должны вести себя Как дети Вот именно В этот момент Вести себя нужно Как дети Как ребенок Поссорились Ну ничего Все Помиримся Помиримся Помирились Помирились Ищите мир И не только От одного Этот источник должен идти Источник мира Нет От обоих Ну а теперь Друзья мои Дальше Шестое стих Шестое стих А кто соблазнит Одного из малых Этих Верующих в меня Тому лучше было бы Если бы повесили Ему мельничный Жернов на шею И потопили его В глубине Морской Горе миру От соблазнов Ибо надобно Прийти С соблазном Но горе Тому человеку Через которого С соблазном Приходит Горе Тому человеку Через которое Приходит С соблазном Если ты Закралась Тебя такая мысль Соблазнить Опорочить Опорочить То То Горе Тому человеку Почему Потому что Если ты соблазнишь Кого-то То лучше бы Это сам Иисус Говорит Лучше тебе Повесить Жерновый Камень То есть Вообще Камень На шею И Куда Кинуть В морскую Пучину Уничтожить Нужно Зло Которое Внутри Человека Лучше Сделать Именно Так Говорит Потом он Объясняет Что дальше Написано Что если Тебя Соблазняет Рука Если Тебя Соблазняет Нога Лучше Вырви Ее Это Твое Твое Задание Внутреннего Твоего Человека Так Делает Царство Божие Ты должен Обрезать Ты должен Остановиться Ты должен Освободиться Чтобы унаследовать Царство Небесное А почему Если ты От этого Не освободишься То горе Не только тебе Но горе Ты сделаешь И другим Людям Которые Окружают Тебя Ты горе Сделаешь Своей Семье Поэтому Человек Когда не хочет Справляться Не хочет Справляться Он может Погубить Всю свою Семью И вот Такие Случаи Были Что губят Семью Мужчина Идет Выпивать Сразу же Если у него Какое-то Неустройство Происходит Он сразу Идет Возвращается В свою Жаблетину От которой Он вышел Как Петр говорит Туда же Обратно Возвращается Или как Вымытая свинья Опять валяться В грязи Напился Видите ли И потом Вдруг Что-то его Не устроило Он пришел И жене Все высказал Но жена Не поняла Ничего Он взял нож И зарезал ее Убил ее Это христианин Называющийся Они сидят В тюрьмах Дети В Америке В особенности Я вот слушал Свидетельства Одного человека Приходят Бандами Банда Верующих детей То есть банда Именно ДВРовцев Дети Верующих родителей Приходят в рестораны С пистолетом И с оружием С этими С ножами Банда До сих пор 90-е годы До сих пор там Только 90-е годы Перелетели туда В Америку И вот они живут Именно ДВРовцы Дети Верующих родителей Пока дети Пока верующие люди Приходят В стандартные В традиционные Вот такие вот Особенно традиционные От которых Дети говорят Что мы не видим Любви Мы не видим отношения Они не принимают меня Они говорят Только такое Ты должен Ты должен Ты должен Мне настолько Опротивило Что я уже Не хочу Даже слушать Об этом Я даже Не хочу И слышать И поэтому Ты когда Это сделал И все Человек уходит Ему легче Взять оружие Он с этим оружием Он сделает Больше дел Его больше Будут понимать И он находит Таких же друзей И друзья Оказываются Те же самые Дети Верующих родителей И в основном Заполонила Вот статистика В 80% В тюрьмах Сидят дети Верующих родителей Сегодня В наркотиках Находятся Дети Верующих родителей Церкви большие Традиционные церкви Традиционные церкви Они большие Приходят дети Верующих родителей Родители радуются Но я слушал Свидетельства Этих детей И которые говорят Что Ну Те которые уже Не ходят И рассказывают Что Вы говорит Не представляете Здесь Самое лучшее место Для продажи И куплют Наркотиков Именно здесь В церкви Полиция Можно Можно Я еще раз Хочу сказать вам Можно Религиозно Можно По традиции Омывать ноги Но сути никакой Не несет Абсолютно Внутри Внутри Ты этого Не хочешь Делать Ты не Свободен Ты не Обрезанный Когда ты Обрезанный Ты поступаешь По духу Как написано Филиппицам Я могу Зачитать Зачитать Я потом Точно Могу Сказать Если ты Обрезанный Значит Ты живешь По духу Потому Что в тебе Живет Дух Божий И Дух Божий Именно так Работает В каждом Сердце Поэтому Павел Говорит Если только Дух Божий Живет Тебе Поэтому В церковь Надо Ходить Если ты Не ходишь То Это тоже Проблема Это тоже Другой Принцип Ходишь Тоже Могут Быть Куча Проблем Мы Тоже Учимся Но мы Ходим И надо Ходить Потому Что Когда ты Идешь Ты Что То Делаешь Ты Делаешь Движение В Сторон Людей Близ К Тебе Родных Людей О Я Не Пойду Туда Потому Что На Меня Что Имеет Кого-то Брат Или Моя Сестра Тем Более Иди Тем Более Иди Примиритесь Друг С Другом Ведь Ты Не Знаешь Что Может Произойти Как Вот Вначале Я Говорил Об Этой Девушке Которая Разбилась С С Детьми И Детей Увлекла За собой В Гибель Но Бог Это Не Видим Даже В Библии Это Знаете Это Милость Реально Милость Бог Милует Людей И Даже Необъяснимо Как Это Все Работает Но Мы Знаем Что Ангелы Существуют Ангелы Приходят Потому Что Здесь Тоже Будет Описано Сейчас Мы С Церковь Происходит Тоже Непонятные Вещи Тут Недавно Смотрел Тут Как-то Наблюдаю Иногда За Одними Церквями В Америке Большие Церкви Мега Церкви Некоторые Разрушились По одной Причине Потому Что Коронавирус Испытал И После Коронавируса Уже Людей Не Собрать Разбежали Все И Приходилось Даже Продавать Большие Церкви Большие Здания Потому Что Людей Не Собрать Уже Нет И Продавались Здания Не Собрать У Людей Что-то Переключилось Перевернулось А Чтобы Удовлетворить Прихожан Они На Велосипедах Могут Ладно На Велосипедах На Мотоцикле Могут Заехать Прям Сюда Вот Прям На Эту Сцену На Машине Какой-нибудь Крутой Заехать И Поставить Здесь И Проповедовать На Танки Даже Заезжали Я смотрел В церковь На Танки Но зато Все Сидят О Класс Шоу Устраивают В церкви Сердце Это Где У Людей Не Будет Шоу Не Будет И Людей А Потому Что Мир Так Живет Что Происходит Там Мир Так Живет Видите Ли Мы Хотим Здесь Создать Что-то Устроить А Живет Ли Христос Нашим Сердцем Тут Недавно Вообще Произошел Случай Тоже В этой Церкви Где-то На Танках Выезжали Кстати Говоря Стриптиз Устроили Сейчас Вспомню Даже Вы можете Найти Этого Названия Короче Говоря Здесь Буквально На какой-то Неделе На прошлой В одной Из церквей Про Которое Говорил Сейчас Только Что Ну да В Америке Там Такой Есть Пастор Джон Линдил Он Прогнал Другого Пастора Евангелиста Марка Дрискала Со сцены На конференции Сильные Мужчины В этом Году В 24 Году То есть Конференция Была Для Мужчин Мужчины Весь Зал Забитый Мужики Они сидят Мужчины Братья Собрались И конференция Была Сильные Мужчины Название Сронгмен А перед тем Как проповедовать Нужно обязательно Какое-то шоу Устроить И поэтому Я говорю Что кто-то Должен выехать И тут Пригласили Какого-то То ли Молдаванин То ли Кто он Там В общем Молдаванин Да Пригласили Его За деньги Заплатили Деньги Кто он Такой Но он Ведет Себя Вот Если Посмотреть Даже Со стороны Он Ведет Себя Как Ну Как Женского Обрата То есть Походка И все То есть Поведение Такое Ну вот Поставили Шест Как обычно Надо делать Знаете Устроить Ну Не девушку Пригласили А пригласили Парня Это все-таки Конференция Для парней Ну вот И пригласили Этого Парня Который должен Был Устроить Стриптиз Разделался Тут И давай Крутиться На шесте И вот Этот пастор Еще раз Скажу Его сейчас Этот Имя Фамилию Марк Дрискол Да Марк Дрискол Вот он Не мог уснуть Он говорит Ночью Проснулся Говорит И стал Молиться И А он Как раз Приглашенный Был Его пригласили На конференцию И когда он вышел Он стал Говорить Такое Слово Что Вы поставили А Да Мерзость Вы поставили Здесь Шест Вот Вот Это же Дух Изавели Говорит Вы внесли Духу Изавели И еще плюс Еще Создали Чуть ли не Храм Для Астарты Вы поставили Богиню Здесь В образе Мужчины Чтобы Совращали Мужчин Разве В этом Сильный Мужчина И он Стал Обличать Короткое Буквальное Слово И вот Пастор Вот Этой Церкви Вот Еще раз Повторю Джон Линдл Вышел И выгнал Его Прогнал Его Со Сцены Говорит Не надо Нам Уходи Отсюда Мол Не надо Тут Обличать Нас И что Вы думаете Что Произошло Но он Пастор Этой Церкви Был Мужчины В основном Здесь Сидят На конференции Приехали Вот Они Хотят Услышать Живое Слово И он Думал Что Они Будут Сейчас Сторону Его Защищать Будут Но Нет Все Стали Вау Уходи Мол Дизлайки Стали Ставить Пастору Этой Церкви Уходи Мол Отсюда Уходи Лучше Дай Нам Обличение Все Мужчины Были Обличены За Несколько Минут Буквально Вот Сегодня Как раз Диакон Сказал Что Мало Каемся Мало Покаяния Церковь Должна Каяться Мужчин Должны Каяться Женщин Должны Каяться Да Мы Говорим Я сегодня Говорил О семейных Ситуациях Проблемах Но Как Заглушать Можно У нас Есть На это Сила У нас Есть На это Сила Как Мы Можем Это Сделать Как Как Все Устроить Чтобы Вулкан Этот Не Произошел Но Есть Вещи Которые Например Есть У Мужчин Которые Не Соглашаются С Чем То Или Нравится Что То В Этой Мире И Поэтому Знаете Что Я Хочу Сказать Что Я Понял Одну Мысль Что У Нас Сейчас В Этой Наверное Свободе Зарождается Некая Какой То Знаете Наверное Червяк Какой То Залез Наверное В людях Что Когда Ты Сидишь На На Ютубе Там Или На Каких-то В Онлайн Программах Например Да Там Смотришь Какого-то Шоу Программы Допустим Вот Заметь Заметьте Вот Я не знаю Я не хочу Вам Заставлять Там Смотреть Не надо Смотреть Не смотреть Не надо Лучше Не смотреть Но Я так Думаю Предполагаю Что Когда Человек Очень Долго Смотрит Вот эти Шоу Программы Ему Уже В церковь Неинтересно Приходить Здесь Ничего Интересного А что Здесь Интересного Одно И то Ж Песни Ну Пляски Может Быть Там Ну Че Вот Если бы Танк Вывезли О Здесь Надо Здесь Полгорода Пришло Посмотреть Что там За танк Еще Рекламу Сделали Чем Будь Реклама Какой Будь Прибегут Люди Поэтому То Что Устроил Пастор Этой Церкви Здесь Видимо Походу Насмотрелся Устроили Такие Программы Шоу Что А Это Еще Полбеды И Что Еще Полбеды Тут Есть Такие Апостолы Которые Поустраивали Стриптиз Даже Среди Женщин Женщин Приглашали И Такое Тоже Было Это Что Я Хотел Был Вопрос Это Что Такое Это Значит Переворот В Мозгах У Людей Полный Переворот Но Слава Богу Что Есть Те Люди Которые Обличают Все Таки Есть Обличительное Слово Вот Сегодня Замечаю Я даже Замечаю Даже В интернете Люди Негативные Комментарии Пишут Если Слово Идет Обличительное Они Комментарии Пишут Значит Ты в таком Положении Раз Тебе не нравится Значит Ты Вот Такой Человек Вот И все Я так Думаю А там Где Шуточки Да Прибауточки И все Вот Здесь Все Замечательно Все Хорошо И Никакого Обличения Никакого Обличения Нет Я думаю Что Сегодня Люди Тоже Привыкают К этим Вещам Я тоже Не люблю Обличение А кто Любит Обличение Никто Не Любит Обличение Вы Любите Обличение Нет Но Господь Всех Обличает А Для чего Для того Чтобы мы Зашли Все Таки В Царство Небесное Да Пускай Лучше Обличает Я Лучше Подумаю Освобожусь Чище Буду Чем Я Пришел Грязный И Уйду Грязный Посмотрел Допустим Да Там же Не все Наверное Кричали О Наверное Сначала Он Выступил Все Такие Вау Там же Хлопают Все Они Не думали О том Что Сейчас Человек Выдет И Будет Обличать Если пастор Разрешил Значит Пастор За А если Пастор За Значит Я Выходя С этой Конференции Я Приду Домой И Буду Смотреть Еще То Что За 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 И Меня Никто Не Обличает Для Меня Этого Нету Греха Абсолютно А Это Все За 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 Вот Астарта Она Влазит В наш Храм Она Залезает В нашем Храм И В нашем Храме Танцует Поэтому Когда Вышел Человек Который Обличает И Обличил И Не Только Этого Пастор Кстати Этот Пастор Он Зачитал Именно С Этой Главы Я Даже Удивился Почему Интересно И С Этой Главы Он Обличил Знаете Как Он Сказал Не То Что Нужно Неуместно Это 15 В Этой Главе Поставьте Почему Он Выгнал Потому Что И Что Если Же Согрешит Против Тебя Брат Твой Пойди И Обличи Его Между Тобою И Им Одним Если Послушать Тебя То Приобрел Ты Брата Твоего Вот Что Он Хотел Он Себя Хотел Если Ты Хочешь Обличить То Давай Это Самое Наедине Ты Меня Обличи Скажи И Так Далее Как Если Ты Устроил Для Всех Соблазн Ты Соблазняешь Всех О Чем Мы С вами Читали Почему Я Начал Говорить Об Этому Ты Берешь И Реально Соблазняешь Из Малых Уверовавших А Есть Еще Дети Почему В Этой Самой Главе Мы Говорили Про Детей Он Говорит Соблазн Потому Что Люди Соблазняют Детей Почему Я Говорил Пример Об Этих Об Этому Ребенке Которого Папа С мамой Соблазняли А потом Они хотят Обвинить Кого-то Друг друга Обвиняют В кого Он Родился Вы Виноваты Вы Дали Соблазн Тебе Лучше Жирновый Камень На шею И в Глубину Морскую Лучше От тебя Избавиться От одного От тебя От греха Нужно Избавляться А не От всех Людей Кто Тут Виноват Если Пришел Допуск Если Например Пастор Уже Никого То конечно Он дает Повод Этого Не делать Вот о чем Сегодня Как раз Зедонец Говорил И нас Ничего Не обличает Мы пришли В этом состоянии И ушли В этом состоянии Вот Так что Да поможет нам Господь Друзья мои Вот И Дальше Вот Так как я уже сказал Про те Вещи Которые Например Если тебя Соблазняет Значит Отруби Вырви глаз Да Если соблазняет Тебя Если ты в таком состоянии Вот Десятый стих Говорит нам Десятый стих Открыть Смотрите Не презирайте Ни одного Из малых Этих Ибо Говорю вам Что Ангелы Их Ангелы Их На небесах Всегда Видят Лицо Отца Моего Небесного Смотрите У каждого Есть ангел Мы часто Говорим Что ангел Хранитель Ангелы Помогают Нам Они Как Служители Для Человека Написано Поэтому И что Для детей Что Для Уверовавших Малых Сих Вы знаете Когда человек Приходит К Богу Ангелы Радуются Начинается Движение И ангел О Ближнем Своем Человеке О Женах О Мужьях О Детях Не Презираете Не Отталкиваете Их Ни одного Из малых Этих Ибо Говорю вам Что Ангелы Их Они Каждый День Каждый Раз Видят Лицо Господа У них Идет Отчетность За каждую Душу Вот Что Такое Царство Небесное Это Сражение Поэтому Мы И должны Царство Божие Искать Внутри Себя Аминь Все Будем Уже Заканчивать Просто Прочитаем Сейчас Давайте Третья Глава Филиппийцам С первого Стиха Прям Прям С первого Стиха Впрочем Братья Мои Радуйтесь О Господи Радуйтесь Писать Вам О том Жи Для Меня Не Тягостно В общем Это Радость Просто Знаете А для Вас Назидательно Назидайтесь Берегитесь Псов Вот Берегитесь Тех Людей Которые Хотят Совратить Вас Берегитесь Тех Людей Которые Которые Хотят Навредить Вам Специально Навредить А есть Люди Которые Приходят Потом Уходят Опять же Свою Как говорится Блюотину Такие Берегитесь Злых Делателей Которые Зло Делают Берегитесь Опять же Обрезание Вот Здесь Очень важный Момент Который Он Определяет Что В то Время Это Было Первое На что Ты должен Обратить Внимание Первое На что Ты должен Обратить Внимание Потому Что Тогда Было Очень Такой Знаете Сильный Микс Вероучений Вероисповеданий Да Вот И были Иудеи И так же И даже Иудеи Между собой Там Делились Которые Не понимали Друг друга Ну и Те люди Которые Приходили Принимали Иисуса Христа Они Даже Не до Конца Понимали О чем Павел Говорит Что Значит Неважно Обрезание Обрезание Очень важно Было Почему Потому Что Обрезание Дает Открыть Открывание Двери Для того Чтобы Попасть В царство Небесное Чтобы Быть Среди Израильского Народа Чтобы Быть Среди Иудеев Чтобы Иудеи Тебя Приняли Ты должен Сделать Обрезание Ты обязан И поэтому Было Учение Я их понимаю Прекрасно Я их Абсолютно Понимаю Никаких Претензий Нету К ним Я понимаю Потому Что У них Мышление Такое Было У них Забота Такая Была То есть Они С детства Так Было Научено Они Так Оправдывали Себя Потому Что Так Надо И все По-другому Никак Если Тебе Уже С детства Так Говорили Ну По-другому Никак Это Поймешь Только Тогда Когда Ты Реально Повернешься На все 180 градусов Развернешься К Иисусу Христу Когда Ты Будешь Иисуса На Плоть Если Кто Другой Думает Надеется На Плоть То Более Я Почему Потому Что Я Обрезанный Восьмой День Вот Он Объясняет И Говорит Какой Ребенок И что Он Унаследует С детства Вот Смотрите Принцип Какой Обрезанный Восьмой День Из рода Израилева Колено Вениаминова Еврей От Евреев По Учению Фарисей По Ревности Аж Был Гонителем Церкви Божьей Даже По Ревности Я Был Гонителем Божьей Тем Самым Он Думал Что Он Нагождает Богу И Люди Боялись Его По Правде Законной Непорочной Какие Претензии К апостолу Павлу Вообще Никаких Абсолютно Если Кто-то Может Оправдаться Плотью Своей Или Обрезанием Своим Или Какими-то Законами То Только Павел Мы Даже За Павел Не Угонимся Даже За Ним Мы Не Угонимся Так Вот Здесь Он Как И Был Апостол Для Язычников Он Дал Реально Понимание Что Кто Такой Иисус Христос Чтобы Через Иисуса Христа Нам Понять Самого Отца Милующего Любящего Который Любит Всех Людей А не Только Евреев Но Что самое Важное Понять О чем Мы с вами Сегодня Прочитали Что Иисус Говорил О Соблазнах В этом Плане Потому что Иудеи Были Тоже Соблазном Они Реально Соблазняли Многих Людей Они Реально Не Любили Людей Потому Что Они Делали Так Как Они Делали Потому Что Они Жили Именно Так Но Почему Так Почему Им Можно А Мне Нельзя Нет Ты Еврей Тебе Да Нельзя А Вот Им Можно Это Претензии Были К Язычникам Поэтому Язычников Они Не Могли Принять Они Не Могли Общаться Друг С Другом То же Самое Иисус Когда Общался С Самарянкой Как Ты Как Ты О Если бы Ты знала С кем Ты Общаешься Сейчас Поэтому Он Наедине Один На Один С ней Остался Даже Ученики Не Поняли Но Что Для Меня Было Преимуществом То Ради Христа Я Почел С Щетою Да И Все Я Почитаю С Щетою Ради Превосходства Познания Христа Иисуса Господа Моего Для Него Я От Всего Отказался И Все Добресть Христа Аминь Ну И Опять же Девятый Стих Вот Найтись В нем Нам Нужно Не Со Своей Праведностью Которая От Закона Но Стою Которой Через Веру Во Христа С Праведностью От Бога По Вере Аминь Поэтому Мы Должны Быть С Вами Праведниками И Иисус Также Говорил Чтобы Ваша Праведность Она Должна Превзойти Праведность Именно И делают Все По Плоти И Именно Хотят Оправдать Оправдаться По Плоти Но Так Оно Не Работает Друзья Мои Поэтому Иисус Он Пришел Взял Все На Себя Умер Воскрес Для Нашего Оправдания Чтобы Нас С вами Оправдать Чтобы Нас С вами Научить Вот И Дать Понять Что Бог Любит Всех Поэтому Через Иисуса Христа Мы Только Можем Войти В Царство Небесное Поэтому Иисус Сказал Что Я История Истина И Жизнь Я Только Единственный Путь В Царство Небесное Аминь Поэтому Будьте Друзья Мои Благословенны Во Имя Иисуса Христа Вот Делайте Делайте Выводы Пусть Перестройка Будет В вашем Сердце Обрезание Теперь Это мы Которые Служат Господу Которые Говорят Об Иисусе Христе Которые Проповедуют Свидетельствуют Потому что Говорить Тоже Нужно Обрезать Чтобы Успокоить Кого-то Тоже Нужно Обрезать Кому-то Что-то Рассказать Об Иисусе Христа Христе Тоже Нужно Что Обрезать Себя Чтобы Что-то Сделать Или Показать Иисуса Христа Или Объяснить Кому-то Поэтому Да Поможет Нам Господь И Благословите Нас Аминь Будьте Благословенны Давайте Помолимся